Большой семинар по вопросам трудоустройства и социализации детей-сирот стал площадкой для открытой дискуссии представителей администрации и территориальных центров. Участники встречи обменялись мнениями по существующим механизмам, а также определили цели для дальнейшего взаимодействия. Второй семинар в рамках исполнения законодательства по постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Разница в том, что дети-сирот это до 18 лет, а лица из числа это после 18 до 23 лет. Ребенок-сирота это такой же член общества, который в силу определенных обстоятельств не смог получить достаточное количество родительского тепла и заботы, не имеет поддержки близких в реализации своих целей и планов. Сегодня такую помощь этим молодым людям предоставляют в территориальных центрах социального обслуживания населения. Мы же обеспечиваем такую психологическую поддержку данной категории и мы стараемся оказать большое содействие в истребовании каких-то документов необходимых для получения этих льгот или подтверждения. То есть мы такая, именно как помощники для них. Мы пытаемся и стараемся и рядом с ними находимся в те моменты, когда им сложно. Сложно морально, сложно психологически. Жилье – немаловажный аспект, который определит будущее молодого человека. Сегодня дети-сироты имеют ряд предоставленных государством гарантий. Сейчас социальное жилье дается только носителю льготы, то есть только этому лицу, еще сладить ей сирот. И срок, который предоставляется на 5 лет. А дальше уже по истечению этих 5 лет либо будет переведено в коммерческое, либо будет перезаключено договор на социальное жилье, если будет такое право, либо по истечению, ну у этих людей есть право, даже если они получили социальное жилье, получить еще жилье в собственность. Пока у них, ну они снимаются с учета нуждающихся, получая такое жилье, но право на получение своего у них остается. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.